После обстрела возле пункта пропуска Зайцева мирные жители серой зоны снова не спят ночами. Село Кодыма на линии огня. Доставить туда продукты и лекарства большая проблема. Люди переживают военные буди, сидя в подвалах. Среди местных жителей есть погибшие и раненые. Как преодолевают суровые испытания мирное население в ожидании тишины? Репортаж Виктории Чистюхиной. У нас же мальчика, плечка попой, холодненькой. Василий пьет воду, держа чашку тремя пальцами. Мужчина чудом выжил и чуть не лишился конечностей, когда почти год назад подорвался на мине. Все случилось обычным рабочим днем. Два тракториста, проехав по полю всего 100 метров, услышали взрыв. Я не ощущал тубой. Я даже на руках глянул, что пальцев нет. Мы даже не думали, что там вообще есть оно. Но нам сказали, что там поле, нет там ничего. Пол поля посеяли и все. На том и кончилось. Из пылающего трактора Василия вытащил напарник. Тело пострадавшего обгорело наполовину. В Краматорском ожоговом центре ему сделали 28 операций. После операции привезут его, доктор все время говорит, шансы 50 на 50. Мясо у меня было и все, кости. Срывали, повязку опять мотали. Коллегкой стал. Хотелось бы, чтобы ходить на работу. Хотя бы так по дому и то, чтобы было бы легче. А так пока не получается. О пережитом Василий говорит неохотно. Старается взять волю в кулак и научиться ходить заново. У него раздроблена пятка. Из-за этого операцию по наращиванию кожи пока не делают. Врачи ждут, когда заживет конечность. Это все, что осталось от трактора, на котором апрельским утром Василий выехал на посевную. Фермер Николай Литовченко уверяет, прежде чем отправить работников в поле, консультировали со специалистами. Ездили к МЧС, к военным. Заминировано. Нет, езжайте смело, сеете. Значит, там ничего нет. Из-за боевых действий фермеры терпят колоссальные убытки. В прошлом году из 800 гектаров засеяли только 100. И то на свой страх и риск. Ну, может же разминировать, может же кому-то придет, что надо сеять, надо же кормить людей. О работе Василий пока не думает. Сейчас главное найти деньги на операцию. Ведь Киселевы живут на посове по инвалидности и пенсию матери. А это около 2000 гривен. Едва хватает на еду и лекарства. По этому набору выживания штаба Рината Ахметова семья Литовченко особенно рада. Крупач есть, сахар есть, масло есть. Ну, все, что надо у семьи, то все есть. Спасибо большое. Что такое жизнь в прифронтовом селе мы ощутили на себе. Чтобы элементарно набрать воды, людям приходится около двух километров проходить вот по такой дороге. Другого пути к единственному колодцу просто нет. Из-за обстрелов возле Зайцева запасы воды люди пополняли, рискуя жизнью. Но выхода нет. Это единственный колодец с питьевой водой на три села. Мы постоянно слышим, когда сюда свистят, мы набираем водички в подвал и сидим в подвалах. Елене Трофимовне бежать во время обстрела некуда. Когда летят снаряды, она сидит под забором. 86-летняя старушка пережила Вторую мировую. Но признается, такого видеть не приходилось. Сосед Елены Трофимовны от прямого попадания снаряда вот в этот дом умирал на глазах пенсионерки. А он так на заборе висит, на заборе, и у него кишки полезнее. У Сергея. И ноги посарапало, лицо все. Мужчина скончался в карете скорой помощи. Елена Трофимовна постоянно молится. Говорит, только так можно немного успокоиться и забыть о войне. Здесь в поддержке нуждается каждый. Когда привозят гуманитарную помощь, люди знают. О них не забыли. Ай, вкусная. Ай, вкусная. Это очередь у пункта выдачи помощи Рината Ахметова. Только за один день волонтеры выдали 310 наборов жителям Кодемы, Отрадовки, Дачи и Николаевки. Штаб Рината Ахметова. Ринат Леонидович, благодарим вас за такую помощь, что вы помогаете выживать нам на Донбассе, всем людям. Хочем только мира и добра. Важность этих поселков в том, что они находятся в серой зоне. Тут линия прикосновения буквально недалеко. Здесь очень премиотичная доставка продуктов питания. Думаю, что наши наборы очень помогут людям. Мы провели в Кодеме целый день. Говорили с людьми. Кто-то плакал, вспоминая о больных родных. Кто-то от безысходности. Потому что выжить здесь – настоящее испытание. И уже перед отъездом к нам подошла старушка. Валентина Николаевна в свои 74 года под обстрелами неожиданно для себя начала писать стихи. Попросила передать их всем жителям Украины. Виктория Чистюхина, Александр Шмырев, Алексей Бова. События недели.